Илья Николаевич, расскажите о праздничном концерте в День России. Там и славянский марш звучит, и произведение Чайковского, великого русского композитора. Достаточно крупное произведение, великий праздник. Во-первых, хочется поздравить всех жителей Ульяновска, всех любителей классической музыки с нашим замечательным национальным праздником, Днем России. Сегодня в нашем праздничном концерте прозвучат произведения Чайковского. Не случайно, когда мы говорим о музыкальной культуре, и когда в мире говорят о музыкальной культуре России, что приходит на ум первым делом? Конечно, это музыка Чайковского композитора, который является самым исполняемым композитором в мире. Не просто русским композитором, а самым исполняемым композитором в мире. Что хотелось бы сказать в первую очередь? В программе нашего концерта прозвучат его, наверное, самые яркие произведения. Откроет концерт «Славянский марш». Произведение, которое может быть не так известно широкой публике, но оно является настолько ярким выразителем и носителем нашего русского патриотического духа. И очень приятно, что этот концерт проходит у нас не просто как наш концерт, посвященный Дню России, а проходит как концерт, подготовка и концерт навстречу конкурсу имени Чайковскому, 16-му конкурсу, который сейчас проходит, вот будет проходить в 16-й раз уже в нашей стране, один из наиболее, наверное, крупных конкурсов для молодых музыкантов. И к нам приехали замечательные гости. К нам приехал виолончелист, к нам приехал пианист, которые будут вместе с нашим оркестром исполнять произведения Чайковского. Значит, прозвучат пэтсы капричиоза для виолончели с оркестром, вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. А закрывает наш концерт первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского. Нам очень приятно, что наш оркестр выбран как коллектив, который помогает нашим молодым ребятам, нашим молодым солистам готовиться к конкурсу Чайковского. Мы желаем им победы на этом конкурсе, даже если не победы, то яркого и такого плодотворного участия в конкурсе. И очень приятно, что вот невзирая на то, что наш концертный сезон закончился, мы продолжаем нашу работу. И у нас еще впереди двое гастролей. Одни гастроли – это в Тольятти, вторые гастроли – это на один из крупнейших фестивалей в городе Елабуга, руководителем которого является Болиз Березовский, известный наш пианист, по приглашению которого мы и будем выступать в этом концерте. Поэтому следите за афишей и приходите к нам в гости. Иван, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Иван Сканави. Я виланчелист, лауреат международных конкурсов. Город Москва? Город Москва. Хорошо. Иван, расскажите, вот как прошла у вас репетиция с оркестра? Репетиция прошла очень хорошо. Сразу нашли общий язык с замечательным дирижером Ильей Дербиловым. И я очень рад, что так все складывается. Скажите, почему вы решили принять участие в конкурсе Миничерковского? Ну, для каждого музыканта это очень важное событие. Такой крупный конкурс, как конкурс Чайковского. А для русских музыкантов в особенности. И, конечно, я думаю, что это вот было моей мечтой, одной из таких главных целей. И вот я решил поучаствовать. А что вообще музыканту помогает участвовать в конкурсах, вот в этих музыкальных состязаниях, достаточно требующих от человека, многих сил, большой подготовки? Какие качества должны быть у музыканта? Ну, конкурс, конечно, отличается от концертного исполнения. Это всегда, конечно, есть элемент соревнования. Но мне кажется, что любому исполнителю нужно абстрагироваться от спортивных вещей и играть музыку, и быть просто в музыке. И мне кажется, тогда это поможет. Вот когда вы погружаетесь в музыку, вот все произведения, которые вы играете, что вы чувствуете? Какие образы у вас возникают или ощущения? Образы возникают самые разные. И мне кажется, что если искать, то можно найти в музыке и в этих звуках целый мир. Ну, вот какие у вас возникают, когда вы играете, вот эти произведения? Ну, для меня пэца Капричиоза – это что-то связанное, как большинство русской музыки, что-то связанное с природой, с широкими русскими полями, иногда с грозой. Быстрые части для меня – это плясовая, наверное, такая русская. А вряд ли на тему рококо – это название уже говорит само за себя. То есть, конечно, там есть элементы каких-то, можно сказать, как будто ты представляешь какие-то архитектурные завитки или какие-то детали. И в то же время там есть очень много того же русского духа, русской широты такой настоящей. Ну и также Чайковский был очень не то чтобы увлечен, а он писал балет, он известен как балетный композитор. И мне кажется, что даже в реакционных темах рококо-девиланчели очень много таких вот каких-то маленьких черт балета. Сколько вам лет? Мне 22 года. Демильянов Константин Александрович. Я ассистент-стажер Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского в классе профессора Сергея Леонидовича Даренского. Кстати, ну тогда скажите, почему вы выбрали музыку в своей жизни? Делом своей жизни? Ну, я не могу сказать, что я специально как-то выбирал или что мой путь был как-то с самого детства предначертан, потому что когда мне было 5 лет, моя бабушка отвела меня в музыкальную школу, но это было не для того, чтобы вырастить из меня профессионального музыканта. Это бабушка отвела меня для общего, скажем так, развития, как многих детей. И никто в семье, у меня нет музыкантов в семье, людей творческих профессий, никто не хотел целенаправленно вырастить из меня профессионального музыканта. Я занимался музыкальной школой, вундеркиндом я не был никогда, как многие мои сверстники. И занимался, так были какие-то успехи, неудачи, но в принципе, особенно звездным ребенком я не был. А потом уже ближе к, к скольки, к 14 годам я вот решил, вдруг что-то такое произошло, попробовать поступать в колледж, в Москву. И тогда вот я уже начал действительно много заниматься. И вот с 15 лет я учился, учусь в Москве. Сначала я учился в колледже Примосковской консерватории у замечательного педагога Мечетиной Ольги Евгеньевны. Это мама известная наш пианистка Екатерина Мечетиной. А потом уже я поступил в Московскую консерваторию, соответственно. Ну не жалеете? Нет, 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 нет. Сейчас я с трудом представляюсь, чем бы я занимался еще, наверное. Я с музыкой с вами учился. Хорошо. И тогда вопрос, связанный с конкурсом Чайковского. Почему вы решили принять в него участие? Ну, мне кажется, это для всех профессиональных музыкантов. И у нас в стране во всем мире определенная для молодых музыкантов это мечта принять участие в конкурсе с такой историей, конкурсе такого уровня. Потому что он все равно был и есть одним из самых крупных международных событий подобного рода. Его с невероятным авторитетом и историей. И, конечно, мне кажется, каждый мечтает, кто профессионально занимается музыкой, принять участие, попытать свои силы или просто даже сыграть на этой сцене. Но у меня получилось так, что я среди пианистов единственный участник, который прошел без предварительного отбора, поскольку я выиграл в декабре прошлого года Всероссийский музыкальный конкурс, и там система, как в советское время была, победители всесоюзного конкурса проходили на конкурсе Чайковского без отбора. И вот точно так же произошло у меня, только я стал победителем Всероссийского конкурса, и поэтому это была такая путевка на конкурс. Хорошо, будем за вас держать кулаки, так сказать. Ну и о произведении, концерт Чайковского, очень известный, популярный, у всех на слуху. Ну, какие-то чувства, вот он у вас, настрой какой-то не первый концерт Чайковского, не может не вызывать какие-то чувства, потому что произведение абсолютно гениальное, и, конечно, оно настолько известно, исполняется настолько многое, что это накладывает определенный, может быть, груз ответственности, исполняя его, потому что, ну, это, скажем так, музыка, которую все знают, каждую ноту, и, во-первых, нужно всегда соответствовать уровню этой великой музыки, стараться и передать замысел автора максимально корректный и с полной самоотдачей. Ну и также вот в таких произведениях, которые, безусловно, и шедевры, но которые настолько известны, всегда хочется, конечно, найти какую-то, может быть, свежую мысль, что-то. И дело даже не в том, чтобы искать что-то, скажем так, просто какой-то креатив, ради креатива, но хочется... Ну и музыка позволяет, музыка настолько велика, что, мне кажется, можно бесконечно находить там какие-то новые интонации, новые эмоции, новые смыслы. Мне кажется, каждый исполнитель всегда находит что-то свое. Спасибо.